В концертном зале Елецкого государственного университета имени Ивана Бунина состоялось пленарное заседание рождественских образовательных чтений Елецкой епархии. Тема чтений – нравственные ценности и будущее человечества. В зале собрались священнослужители, деятели культуры и науки, общественные активисты, казаки и представители православной молодежи. Как прошел форум, расскажут наши коллеги из Ельца. В президиум заседания вошли епископ Елецкий Лебедянский Максим, епископ Мичуринский и Маршанский Гермоген, епископ Усманский Ефимий, депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Борцов, заместитель главы города Ельца Татьяна Ромашина, ректор Елецкого государственного университета имени Бунина Евгения Герасимова. Человечество до сих пор существует потому, что имеется различие между добром и злом, правдой и ложью, святостью и грехом. Однако современная цивилизация отказывается от этих понятий в пользу свободы человеческой личности. Мы живем в эпохе глобализации, когда развивается идея планетарного гуманизма как единого мировоззрения для всех людей. Стандарт этот основан на так называемых общечеловеческих ценностях, то есть на представлении о правах человека на наивысшей ценности. Эта идея претендует на норму для всех людей независимо от национальной или культурной идентичности. Епископ Максим отметил, что в такой философии отсутствует понятие добродетели и греха. Однако признается многообразие поведения, и оно считается допустимым, пока не нарушает свободу другой личности. Но вот правильной трактовки свободы, сознательный выбор добра в рамках глобализации нет. Человек внушает, что не существует абсолютных моральных норм. Но Священное Писание гласит, только следование нравственной жизни помогает человеку обрести истинную свободу. И без этих понятий будущее всего человечества ставится под угрозу. Мы уже сейчас видим последствия того, как человечество отходит от этих нравственных ценностей, создаёт какие-то новые сферты ценностей на Западе. Западная культура, северно-американская культура, которая насаждается везде таким даже порой насильственным образом. Если мы не похожи на американцев, на американцев, если мы не преследуем эти жизни образа американца, значит, вам нужно к этому привести даже насильно. Вот, пожалуйста, все наши цветные революции, которые мы видим. Но сложнее всего сегодня нашим молодёжи, нашим юношам и девушкам. Как им разорваться в том мире нравственных ценностей, которые показывают по телевидению, которые они видят в доме, в семье, в классе, среди окружающих. Как можно воспринять то, что Министерство обороны в Соединённых Штатах Америки выделяет сегодня огромные суммы на смену пола своей солдатам. Как воспринять то, что сегодня мы говорим в этом зале. Вот почему сегодня рождественские образовательные чтения не имеют по своей актуальности цены, а не просто без цены. На заседании прозвучали пленарные доклады. Председатель ипорхиальной комиссии по миссионерской деятельности Евгений Малых рассказал об учении преподобного Силуана Афонского о любви к врагам. Первые рождественские чтения прошли в Москве ещё в 1993 году. Они выросли из конференции православных педагогов в настоящее духовно-нравственное движение. В число задач чтений входит осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширения сотрудничества церкви и государства в области образования. По окончании заседания владыка Максим вручил медаль имени священно-мученика Сергия второй степени епископу Мичуринскому и Маршанскому Гермогену и медаль третьей степени атаману регионального отделения Союз казаков, воинов России и зарубежья Сергею Гордееву. Дипломы победителей получили участники регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Затем состоялся праздничный концерт в исполнении хора православной гимназии имени святителя Тихона Задонского и архиерейского мужского хора Елецкой епархии.